Не были ли вы за границей в ближайшие дни? Нет, не были. Были ли вы в контакте с больными в ближайшие дни? Нет, были. 14 дней не были. Можно вас померить? Да, конечно, пожалуйста. Такая процедура обязательно при каждом посещении салона красоты. На входе можно получить перчатки, без них здесь нельзя находиться. Работает рециркулятор, регулярно проводится санобработка. Раз в 3-4 в день, ну и чаще. После каждого клиента, за что он руками трогал, поверхности какие он трогал. Везде после каждого клиента это прохерает. Два важных условия. В салоне красоты либо должна быть медицинская лицензия, либо подключение к системе видеоаналитики. Отношение к процедурам под камерами разное. Кто-то хочет под видеонаблюдением работать, приходить обслуживаться. Кто-то не хочет. Но которые не хотят, таких меньше. Надеемся, что все довольны, что и мы довольны, что наши сотрудники наконец-то начнут зарабатывать деньги и будут обслуживать людей, дарить красоту. За время двухмесячного простоя потери, конечно, большие. Однако все 13 сотрудников салона зарплату все это время получали. Сейчас работать можно, пусть и с ограничениями. Например, один мастер, одно помещение, один клиент. Одно из базовых требований. По тому, как можно работать, можно задать вопрос Роспотребнадзору. Там работает горячая линия. Разъяснения идут постоянно. Вопросов масса. Требования к средствам индивидуальной защиты. Как их менять, как стирать. Какие средства можно использовать и как правильно их использовать. Как обеспечить, не допускать, чтобы скопления людей не было в зале. Роспотребнадзор регулярно проводит и видеоконференции. Скоро уже 30-е будет. На вопросы отвечают и там. На сегодняшний день в регионе открыто 79 салонов красоты. Требования нужно соблюдать. Ответственность за их невыполнение ужесточена. Александр Шеломцев, Александр Быков, Алексей Калякин. Время новостей. Продолжение следует.